Принесли в ремонт две сборки для велофар. Будем разбирать. Тут надо один штекер переделать вот сюда. А вот эту сборку полностью перебрать, посмотреть, что вообще там с аккумуляторами. Изоленты, сток термоусадки. Так внутри выглядит сборка. Четыре аккумулятора 18650. Два последовательного, два параллельно. И плат-контроль защиты BMS, который защищает только два аккумулятора параллельно. Сейчас будем оставлять на всю ночь, тестировать каждую здесь ячейку. Замечательно. Одна ячейка оказалась вообще мертвой. Зарядное устройство. Ее вообще не видят. Получается у нас из двух линий работал только... Одна линия. Так, ладно. Сейчас попробуем проверить, скажем так, сопротивление. Но это очень условно. С очень большой погрешностью. Потому что на щупах здесь огромные потери. По крайней мере, примерно мы сейчас узнаем, в каком состоянии эти ячейки находятся. О, 157, 160, то есть все это хана. На таком зарядном устройстве, если где-то 50, 60, 70, то это еще более-менее, скажем так, нормально. А здесь намного больше сотни. Значит, эти ячейки уже совсем плохие. Все, сейчас зарядим до максимума. И поставим разряжаться. И вот на разрядке мы узнаем, сколько у них емкости. Вот у нас ночь все это разряжалось. Сейчас посмотрим, как это выглядит. То есть меньше тысячи, ну около тысячи емкость этих трех аккумуляторов. Соответственно, действительно, очень большое сопротивление там внутри было, что у них всего тысячи сейчас. Теперь чиним второй аккумулятор. Он тоже так вот у нас в изоленту замотан. Здесь разъем не винтовой. И с первого аккумулятора мы забираем такой хороший винтовой разъем с более длинным проводом и сюда переставим. Здесь что-то ему плохо. Он весь в окислах, в жутких. Эрозия пошла. Он тот самый утопленный аккумулятор, насколько я понимаю. Ну, ему плохо, да. Ну, вот новый проводок подпаяли. Все работает замечательно. Раскоп прослужит. Такая ржавчина, как она быстро проест. Все вот эти вот металлические элементы неизвестно. Но я, по крайней мере, сейчас вот это вот все поменяю на более сухое. Более такие красивые заглушки, как той предыдущей батарейки, которая была мертвая. Поставим сюда. И на термоклей провод, чтобы он не болтался. Сейчас опять старую термолушавку. Немножечко изоленты. И опять сумочку уберем. То есть, будет все как нормально. Как оно и было. И вот, если интересно, здесь вот такие гермобоксы. Будут они в районе там 600-700 рублей на Алиэкспрессе. Здесь можно батарейки вставлять, менять, как угодно. Это намного удобнее, чем такой аккумулятор. Каждый раз перепаивать, когда батарейки вздыхают. КОНЕЦ 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 КОНЕЦ